Вы постоянно мне задаете вопрос, почему на лице, на ногах, на руках у каждого есть пигментные пятна. Пигментные пятна это задержка метаболизма клетки. В клетку приходит кровь и уходит кровь. А на артерии и на вене, которые приходят в кровь, на маленьких капиллярчках, лежит лимфатическая система. И если у нас идет воспалительный процесс наслистой желудочно-кишечного тракта, то через язвочки, язва желудка вот в этом месте, язвочка 12-перстной кишки, а еще мы говорим о синдроме повышенной кишечной проницаемости, все вот это вместе собирается из-за дискинизии желчеводящих путей, что нарушает кислотно-щелочное равновесие в желудочно-кишечном тракте и размножается микрофлора, которая идет по роду. У нашей пациентки эта микрофлора размножилась у ее мамы, как у всех и бывает. То есть у мамы тоже была пигментация на лице, правильно? Теперь дальше мы когда идем, у вашего ребятенка есть пигментация на лице? Нет. Но у нас кандида, а именно метаболиты дрожжевого гриба кандиды, которые остались в клетке, нарушают обмен выработки пигментов. Если в желудочно-кишечном тракте кандида нарушает выработку ферментов, то вот на коже она нарушает выработку пигментов. Поэтому такая же природа, витилиго, и всегда смотрим, где какие проблемы витилиго, такая же проблема у нас получается и пигментация. Всегда нужно посмотреть, где она находится. Пигментные пятнышки для того, чтобы правильно работать с этой темой. Вот если мы находим их на лице, ну а мы женщины чаще всего на лице, дефекты у себя замечаем первые, а тут еще на руках, только на левой руке. И здесь, и на шее, везде пигментация. Это после родов появилась тема? Почему после родов появляется тема, ребят? Почему во время беременности так активно женщины превращаются в коричневый цвет? Вы были еще более коричневой, да, во время беременности, да? И лицо, и нос, и тело пошло коричневым становиться, да? Это активное размножение дрожжевого гриба кандиды, потому что гормональный баланс у нас вверх. Кандида активно размножается, стало быть, писает, какает много, это ее метаболиты. Метаболиты кандиды попадают в лимфатическую систему, лимфатическая система сдавливает сосуды, в клетку не попадает достаточное количество крови, приносящей кислород, и не выходят продукты жизнедеятельности клетки. Смешавшись с метаболитами, мы получаем нарушение пигментации. И если мы видим у нас и пациентки, основная проблема получается в скуловых лимфоузлах, лимфоузлы разгружаются на кожу, носогубных лимфоузлах разгружаются на кожу, то мы и будем иметь полоску вот такую вот, да? Затем мы имеем на лбу звездочки, как я говорю, звезда горит, это проблема лимфостаза ключичного отдела, с которым и надо работать, подходя потихонечку к области скуловых, носогубных лимфатических узлов. Все, что на руках пигментация, это подмышечный лимфоденид, все, что на ножках пигментация, это есть паховый лимфоденид, либо подколенный лимфоденид, частенько у детей бывает пигментация на ногах сразу идет. Как мы убираем эту тему? Восстанавливаем проницаемость слизистой желудочно-кишечного тракта, убрав дискинизию желчеводящих путей, защелачиваем вместо боли, чтобы восстановить щелочность кишечника и кислотность желудка. Убираем продукты питания, которые у нас не перевариваясь, являются питанием для микрофлоры. Оптимально прайм-тест или уже в крайнем случае ротационная диета, ну хотя бы, как я говорю, ребята, перейдите. Поэтому пациенты у меня светлеют, слава богу. Если у них хватает терпения, занимайтесь собой ежедневно, будьте светлыми и красивыми.